Вы становитесь умнее? Следующий закон логики, закон исключения третьего. Гласит, что если есть два противоположных суждения, и одно из них отрицает другое, например, А есть Б, А есть не Б, то не может быть третьего среднего суждения. А или не А истина, третьего не дано. Понять это можно из примера. Сегодня либо понедельник, либо не понедельник. Третьего не дано. И действительно, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, суббота, воскресенье, все это не является понедельником. И третьего здесь не дано. Сегодня либо понедельник, либо не понедельник. Это просто. И это в состоянии понять большую часть людей, и это им обеспечивает гигиену мышления. Но если ваше мышление ослаблено, спутанно, если вы игнорируете закон исключения третьего, то вы можете приплести к понедельнику кучу третьих вариантов. Произвести расширение поля понедельника. Позвездельник, долбодельник, хрюкодельник, повалетник, кудахтовик и т.д. И тогда, в рамках одного понедельника, в рамках одного дня, у вас будет неограниченное количество дней. При таком подходе закладывается многообразие вариантов и теряется конкретика. Вместо логической вилки да или нет, получается необъятное дерево нелогичных утверждений. Рассмотрим это на конкретном примере применительных пространств. Изначально с позиции логики все просто. Либо это пространство, либо это не пространство. И третьего здесь не дано. Но если вы нарушаете логику, то у вас легко напредится куча псевдопространств, многообразие псевдопространств, деятельность, умышленно или ошибочно имитирующая науку, но по сути таковой не являющаяся. Все эти псевдопространства нарушают закон логики, исключение третьего. А значит все эти псевдопространства слабоумны. И один важный момент. Когда вы мыслите в рамках логики, у вас есть логическая вилка, разделение на два варианта, логическая дельта. Либо А, либо не А. У вас ясность результата, и вы можете последовательно мыслить далее, строить следующий логический вывод. А когда вы логику нарушаете, то вариантов у вас уже не два, а бесконечное множество. То есть вместо двух конкретных логичных вариантов получается бесформенная лженаучная гонева, которая тиражируется в прогрессии. Гаммиоморфизм, топологические пространства, рефлексированные банаховы пространства, касательные пространства. Все это лженаука, нарушение законов логики и просто преступления, нарушения федерального закона об образовании. Давайте поймем, к чему приводит нарушение этого закона логики. Нарушение закона исключения третьего в простых примерах. Вы даете селянам техническое задание. В понедельник пашем, во вторник сеем и собираем урожай. Но вместо понедельника случается многообразная мыслительная гомеобожность, и понедельник никогда не наступает. А раз не до самого понедельника, то в результате нет ни посева, ни урожая. Вместо пахарей, толпа гомеоморфологов, которые меняют себе учеными, сосут деньги и ведут праздное рассуждение о многообразиях. Вы даете ученым техническое задание. Вот вам деньги, изучайте физические процессы. Придумывайте новые технологии, весной внедряем их в народное хозяйство. Но вместо технологии случается многообразная мыслительная гомеоморфность. Физические процессы никому в мозг уже не влазят. Вся силы брошены на придумывание новых пространств, струн, бран и прочих искривлений головного мозга. В результате вместо реального продукта толпа гомеоморфологов, которые меняют себя учеными, сосут деньги и требуют новый адронный коллайдер, ведут праздное рассуждение о многообразиях. Деятельность, имитирующая науку, но по сути таковой не являющейся. И ситуация с образованием доведена до крайнего маразма. Пришли вы в ВУЗ, и ваша задача получить достоверную информацию о реальном мире. На самом деле вся информация о мире предельно проста, и каждый человек в состоянии понять, чем понедельник отличается от непонедельника, или чем пространство отличается от непространства. Вместо этого фрики заваливают вас безграмотными учебниками и направляют ваши усилия не на изучение понедельника, не на изучение остальных дней недели, а на позвездельники, долбодельники, гомеоморфности, многообразиях рукодельники, повалетники и кудахтовики. Вам приходится изучать абсолютно выдуманную, совершенно безграмотную, нелогичную хренотень, еще важный момент по гигиене мышления. Надо понимать, что закон исключения третьего опять же подтверждает, что никаких других альтернативных логик не может существовать в принципе. Либо это логика, либо это не логика, и третьего здесь не дано. А либо не а истина, третьего не дано. Логика только одна, и это очень важный для понимания момент.